Сегодня же в Сенате состояли заседания комитетов. С рабочей повесткой предпленарного дня ознакомилась наша коллега. В Верхней Палате Парламента состоялось заседание Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ. В ходе него рассмотрены вопросы, которые будут внесены на обсуждение 25-го пленарного заседания Сенату Алимаджлиса. В частности, речь шла о законах Республики Узбекистан, о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан. И о внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи с принятием Налогового кодекса Республики Узбекистан. Отмечалось, что принятие данных документов позволит внедрить единый для всех справедливый налоговый режим и упразднить необоснованные налоговые льготы. Парламентарии Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции рассмотрели законы о государственной пошлине, о Национальной гвардии Республики Узбекистан. И о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Сенаторы заслушали информацию министра высшего и среднего специального образования о работе, осуществленной по проекту «Сфера без коррупции» в системе высшего образования. В рамках него разработаны и пошагово реализуются общие мероприятия. Дорожная карта по вопросам приема, оценки знаний студентов, социальной защиты преподавателей, адресного использования бюджетных средств. Члены Сената рассмотрели закон о присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции по карантину и защите растений. Рим 6 декабря 1951 год. Было отмечено, что одобрение данного документа окажет положительное влияние на обеспечение фитосанитарной безопасности территории страны и расширение географии экспорта и увеличение его объема. Члены Комитета по аграрным водохозяйственным вопросам и экологии обсудили вопрос о программе по созданию в 2020 году многопрофильных фермерских хозяйств. Были также отмечены и результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров касательно проблем, связанных со сбросом сточных вод в водные объекты. Конструктивная дискуссия велась и на заседании Комитета Сената Алимаджлиса по вопросам обороны и безопасности. Сенаторы обсудили законы о Национальной гвардии Республики Узбекистан, о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов. Речь шла об изменении границы Термесского района, расширении границы города Термеса с Рухандаринской области и их утверждении. Особое внимание уделили и диалогу с населением в деятельности Комитета. И Комитетом Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта были рассмотрены вопросы, которые внесены на обсуждение предстоящего 25-го пленарного заседания Сената Алимаджлиса. Особое внимание Комитетом Сената по вопросам женщин и гендерного равенства обращено на подробное разъяснение сути и значения принятых законов о гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин, о защите женщин от притеснений и насилия среди населения. Говорил, что с целью поддержки женщин Узбекистана, расширения соответствующих вопросов, а также расширения полномочий и повышения профессионального уровня институтов гражданского общества в этой сфере Комитетом была создана национальная платформа по гендерному равенству www.genderplatform.us. Закон о дошкольном образовании и воспитании. С обсуждения этого документа началось заседание Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения. В документе раскрываются такие понятия, как дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование и воспитание, негосударственная дошкольная образовательная организация, профессиональный стандарт педагога. Также была заслушана информация Министерства занятости и трудовых отношений о состоянии исполнения Конвенции Международной организации труда, о политике в сфере занятости. Отчет Хакима Новоистской области о развитии территории деятельности местных кингяш и народных депутатов предварительно рассмотрели члены комиссии по содействию активизации деятельности представительных органов власти на местах. Подробно обсудили меры, направленные на решение проблем, существующих в Новоистской области, в частности, вопросов, связанных с ремонтом дорог, обеспечения электроэнергии, строительства сетей питьевой воды и канализационной системы. Дети вопросов, в том числе два закона об инвестициях и инвестиционной деятельности, о специальных экономических зонах, обсудили в ходе заседания Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма. Как было отмечено, ныне регулирующие инвестиционную деятельность в стране документы устарели и перестали отвечать современным требованиям. В связи с этим был разработан закон, который обеспечит единство инвестиционной среды, правовое равенство местных и зарубежных инвесторов, а также эффективную работу инвестиционного рынка республики. В парламентарии также обсудили и ход исполнения дорожных карт, утвержденных по итогам визитов на высшем уровне в зарубежные страны. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения Комитета.